Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Если бы вы только знали, как мы всю весну скучали по путешествиям! Алина, смотри, что мне прислали. Наконец наступило лето и мы снова отправляемся за приключениями. Мы будем путешествовать из дома, а нашими ведущими станут друзья Орла и Решки со всего мира. Всем привет из солнечного Бабаса. Из Сиэтла. Живу в Китае. Я нахожусь в Гонконге. Я Бедвин Спитрит. Привет из Таиланда. Из Австралии. Я живу на солнечном острове Кипр. Мы хотим показать вам самые лучшие места острова Тенорифе. Я же хочу вам показать другую неизвестную Грузию. Леша, привет! 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 Теперь мы будем всегда на связи. Антон, ты думаешь о том же, о чем и я? Скорее всего. Хочешь? Уже неделю как хочу. Так может. А у тебя есть? Всегда есть. Орел. Решка. Да ну что… что это такое? Дурацкая монетка. Не хочу в это играть. Соскучились по путешествиям? Тогда мы с нашими друзьями отправляемся в Америку. В дорожное приключение по Дикому Западу. Весь таньел для нас. Потом перелетим в Берлин и попробуем очень странный немецкий перекус. Германия. А еще узнаем, как живут люди на сказочном норвежском фьорде. Это мощнейшая, впечатляющая красота. Я предлагаю очень масштабное путешествие на машине, а Дженни из USA. А вот это интересно. Всем привет! Я Женя и мы отправляемся с моими друзьями в увлекательное путешествие по необычным местам Америки. Женя – друг Орла и Решки из Лос-Анджелеса. Она перебралась в США 12 лет назад и очень любит путешествовать по Америке. Пока никого нет кораблей, не летают самолеты, машины никто не отменял. И машины, я вам скажу, заедешь в такие места, в которые ни один самолет тебя не завезет. Поэтому погнали! Америка такая большая и такая разная, что даже если тебя не выпускают в другую страну – не беда. Можно неделями путешествовать по ее просторам. Самый популярный способ – это роуд три, то есть дорожное путешествие. Мы проложили себе маршрут от Лос-Анджелеса, штат Калифорния, до города Амарило в штате Техас. Впереди у нас шесть штатов и две тысячи километров пути по американскому дикому западу. По дороге мы увидим Долину Смерти. Переночуем в отеле с инопланетянами. Спустимся в каньон Бакскин. Встретим закат на знаменитом ущелье Подкова. И прибудем на ранче Кадиллаков. Итак, первая остановка – национальный парк Долина Смерти. Долина Смерти. Это самое убийственное место на планете. Потому что оно самое сухое и самое жаркое. Именно в этой долине была зафиксирована самая высокая температура на земле – 57 градусов. Здесь есть соляное озеро. Камни, которые движутся сами по себе. Цветные скалы. А еще тут есть город-призрак Реолит. Ребят, сейчас мы находимся в городе-призраке в пустыне Смерти. В начале 20 века здесь нашли золото. И сюда мигом повалили старатели. За пару лет тут уже вырос город. С населением в 10 тысяч человек. Магазинами, пансионатами, ресторанами и даже оперным театром. Город назвали Реолит. Честь горной породы, из которой добывали золото. Этот город просуществовал всего лишь 12 лет во времена золотоискателей. Они пришли, выкипали золото и ушли. Если будете ехать через долину смерти, остановитесь на ночь в инопланетном отеле Atomic Inn. Так как мы находимся близко к зоне 51, это военная база Америки, в которой по легендам пришельцы обитают. И значит вот даже гостинички, видите? Здорово, дружбан! Сегодня мы спим с пришельцами. Вот, зона 51 это вообще страшное место. Помимо того, что там находилась очень сомнительная военная база штата Невада, там в 1947 году разбился инопланетный корабль пришельцев. Естественно, все это было под грифом секретно. Так называемый розовальдский инцидент. Но, извини меня, говорили, что разбился зонт, но там на самом деле нашли тела пришельцев. Над ними проводили опыты, делали тесты, выясняли ДНК. Даже сумели спроектировать свой собственный инопланетный корабль и двигали тем самым эту промышленность вперед. Что там происходило, естественно, никто не знает. Ну, потому что это все... Шапочка, закончилась фольга, да? Угу. Это чтобы они не влияли на мой мозг. Ну, если они есть. Это все 5G-вышки, а не вирус распространяет. Да, это будет интересная ночка. Вот наш великолепный номер придорожной гостиницы с пришельцами. Стоило это счастье 90 долларов. Ну и как бы ничего особенного, да. А может быть ночью, ночью в 3 часа. Утром после ночевки в отеле мы помчали в Юту. Юта, наверное, самый красивый штат Америки. Здесь природа постаралась изо всех сил. Каньон Лэндс. Кэпитал Рифф. Дид Хорс. Долина монументов. Озеро Пауэлл. Брайс Каньон. Мамочка моя женщина, как же тут красиво. Надо было корвалол брать, е-бога. Вот как знал. Юта – край первозданной природы. Все, что здесь есть, создавалось без человека миллионы лет. Юту называют мастерской бога. Здесь идеальные условия, чтобы искал вытачивать нереальные скульптуры. В пустыне очень высокие перепады температур. От плюс 35 днем до плюс 5 ночью. За миллионы лет эти скачки температур сжимали и разжимали мощные скалы. И превратили их в податливый материал для творчества. Это шедевр природы. Сегодня мы находимся в штате Юта. Этот штат знаменитый своими красивейшими каньонами. И сегодня мы идем исследовать один из них. Это не туристический антилопа-каньон. Этот каньон знают только местные. И до него добираться час на машине по бездорожью. И еще потом два часа по камням ползти. Называется он Бакскин Галч. Вот наш внедорожничек, смотрите, весь в пыли. Мы добрались наконец до Хайка. И сейчас пойдем исследовать эту прекрасную местность. Но у нас есть несколько затруднений. У одного человека нет одной ноги. Всего лишь одной ноги. Да. А у меня на самом деле пищевое отравление, я вообще еле иду. Поэтому команда, погнали. С пищевым отравлением пошла в бой истинная ведущая орла и решки. Не знаю, как это передать, но этот весь вид на 360 из нереальных камней. И мы продолжаем карабкаться по пути, по которому нет. Посмотрим, когда у нас приведет. Если что, нормально просто по физкультурили. Здесь очень опасно. Хотя аккуратненько, аккуратненько. Будете в каньоне Бакскин Галч, возьмите с собой удобную обувь и друзей для подстраховки. Самому сюда лезть не стоит, опасно. Спуск, ну, очень крутой. Реальная жестянка. Я, кстати, не знаю, как мы здесь вообще спустимся, ребят. О, ящер. Здесь просто нереально круто, смотрите. Идешь среди вот такого ущелья камней, здесь ни одного туриста. Подобные каньоны – очень популярная достопримечательность. И до карантина они просто кишели туристами. Тут просто сумасшедший дом. Одних прогоняют, вторые должны фотографировать. Каждому по 2 минуты выделяется. Незабываемое ощущение, как в маршрутке. Проходят, смотрите, без очереди. Это называется. Извините, мне только спросить. Мне только спросить. Извините, меня только спросить. Я от Степана Ивановича. Простите, извините. Извините. Бога ради, извините. Ну тут вау. Захватывает дух. Ты идешь среди камней. Как может вода, ветер, вынуть в скале такую дырку. Ребят, смотрите, как здесь круто. Вы можете вот так вот стоять между двух скал. И здесь нет ни одного туриста, кроме нас. Весь каньон для нас. Сейчас Жан-Клод Ван Дамм разошелся. Мы нашли в этих необитаемых местах. Это, я сначала подумала, это динамин. Но тут написано, что это какие-то там археологические раскопки. Понимаете, рванет. О, ребята, я тут такое нашла. Идите сюда. Смотрите, кто-то оставил вот такой вот миленький блокнот. Написано на обратном пути, пожалуйста, уберите свои телефоны, фотоаппараты, ноутбуки. Все, все просто. Наслаждайтесь этим путем. Я путешествовала этот мир по этому миру. И всего несколько вещей забрали мое дыхание. И этот был один из них. Мне очень не хватает. Я сейчас поняла, что мне очень не хватает путешествий от этой записочки очень сильно. Что, ребята, уставшие, замученные, со сгоревшими носами. Мы это сделали. 5 часов. Я считаю, что мы прожили жизнь в этом каньоне. Но было круто и это того стоило. В части езды от Баксвенгалш есть еще один волшебный каньон. Подкова! Ребята, тут мы очень устали после хайкинга. Ей не могла проехать мимо вот этого вот. Хорш Шубенд называется. Хорш Шубенд – это каньон сказочной красоты. Миллионы лет река Колорадо пробивала себе путь в скалах и вытащила вот такой грандиозный симметричный изгиб. Глубина каньона, только представьте, 300 метров. Ваши слезы, е-мая. Фу. Это одно из самых крутых мест, которые я когда-либо видел. Кроме потрясающего вида, изгиб Подковы имеет и дурную славу. Здесь происходит самое большое количество самоубийств и несчастных случаев в Аризоне. Говорят, виной всему странная эйфория, которая возникает у человека в этом месте. У многих появляется чувство беспечности и полностью отключается инстинкт самосохранения. Очень далеко падать и честно, вот стоять вот так вот на краю, подкашиваются ноги. Но здесь нереально, жукалит адреналин, а у тебя захватывает дух от этого могущества, от этой красоты, от этой свободы. Я была здесь несколько раз, всегда толпа туристов. А сейчас ты чувствуешь это все и можешь насладиться здесь один. Смотрите, также вы можете взять палатку и разбить там свой лагерь в одиночестве. Я не могла мне посидеть здесь, смесив ножки, чтобы остальные все пришли в ужас. А я пришла в восторг, потому что это могущество природы, это свобода и это Америка. Сегодня день, когда мы едем-едем-едем, а потом еще едем и едем. Нам нужно доехать аж до Техаса, но у нас по пути будет Ранчо Кадиллак. Это мекка всех дорожных путешественников Америки. И я вам покажу это очень-очень уникальное место. Путь на Ранчо Кадиллака лежит по знаменитой трассе 66. Ее называют главной улицей Америки и даже матерью дорог. Каждый автопутешественник просто обязан по ней проехаться. Вот они машинки. Я, кажется, знаю, что это. Что это? Ну давай. Это кладбище тех машин, которые ты водил. Тут маловато, тут все не войдут. Так, мы находимся на Ранчо Кадиллак в Техасе. Это вот такая арт-инсталляция из Кадиллаков скопанных в землю с 1974 года. Знаете, ее создал вместе с миллионером из группы артистов хиппорей из Сан-Франциско, просто чтобы озадачить местных жителей. Но путешественники, ездящие по Матушке дороге, не могли обойти ее стороной. И с тех пор это стало их меккой. Каждый считает своим долгом при этом что-то нарисовать. Орел и пешка. Вот так, мы были здесь тоже. Класс, он отметил нас там. Я хотела с вами поделиться мыслями о путешествии, которое мы проделали. Изначально все задумывалось, что трое друзей изолируются в машине и просто ездят по закрытой стороне и машут ручкой закрытым достопримечательностям. Но все оказалось не только открыто, но еще и бесплатно и везудебись. Это была уникальная возможность. Я не знаю, будет ли еще она когда-нибудь. Я надеюсь, нет. Когда все было чисто, безлюдно. Это были просто вот уникальные кадры. Я надеюсь, я сумела передать вам атмосферу этого уникального путешествия. Нужны нюансы. Вдруг мы тоже так поедем? Давай. Женя, привет! Женя, привет! Хеллоу! Хеллоу! Ватсап! Женя, если честно, ты осуществила мою мечту. Я всегда хотела отправиться в какой-то трип на машине. Мне было всегда очень интересно. Тем более по Америке. Расскажи, как это было. Нам все интересно. Это было нереально круто. Но ты очень устаешь, если честно. То есть какие-то дни мы ехали по 8-10 часов. Эмоций было просто нескончаемое количество. Что нужно обязательно с собой взять? И как много денег вы потратили? У нас выходит, сколько? Доллар пятьдесят за галлон. Пало нефть очень сильно. И у нас даже ходила шутка, что всем говорят, сидите дома. А цены на бензин тебе шепчут. Давай, есть, есть, путешествие! Цены на гостиницу тоже подешевели по 70-80 долларов в сутки. И мы не кушали в ресторанах. Мы останавливались, брали в магазине еду и делали себе маленькие пикнички на природе и отправлялись в путь. Но теперь ты как опытный путешественник. Какие лайфхаки при путешествии на машине? Обязательные. Ну, во-первых, машину всегда нужно бронировать онлайн и заранее. Потому что если вы приходите на месте, вам скажут, что цены гораздо дороже. Я лично люблю бронировать через большие компании. И тебе еще сверху дается 5-10% скидка. Обязательно берите побольше машину. Потому что изначально мы хотели взять кабриолет мустанг, ехать с волосами развеивающимися. А потом мы поняли, что две недели без комфорта и на низкой машине будут просто ужасом. Плюс мы заезжали в некоторые места, в которые низкие машины, вот седаны, они не заедут. То есть тебе нужно выше клиренс. На дикой местности. Женечка, большое спасибо. Мы получили огромное удовольствие от твоих видео и очень хотим уже приехать. Все, пока. Нас три глаза на двоих теперь. Ты даже здесь умудряешься принести мне какую-то травму или сломать что-то. Ну что, Антон, куда еще сегодня полетим? У меня объявление. Мы совершаем перелет из Америки в Европу. Полетели? Полетели. Она поработает над перелетом. Знатное путешествие. Мы в Берлине, поздравляю. О, это интересненько. На связи фрау Катерина. Фрау Катерина. Меня зовут Катя Тарабукина. Катя живет в Германии 6 лет. Из них 5 работает культурологом и гидом-экскурсоводом по Берлину. На самом деле Берлин создает такое вот серое впечатление. Здание советского типа. Мало ярких красок. Вот хочется больше-больше там-там-там. Берлин – самый клубный мегаполис Европы. Как так вышло? Говорят, когда разрушили Берлинскую стену, весь Берлин стал отмечать. Да так и не остановился до сих пор. Берлинская вечеринка длится нон-стоп уже 30 лет. Славься Берлин! Это не по плану! Пошло не по плану! Наш прекрасный город славится, конечно, большими тусовками, шумным угаром. Но наступает утро и утром нам всем нужно завтракать. И в Берлине есть определенное блюдо, которое сильно отличается от завтрашнего блюда других европейских стран. И сейчас мы его с вами попробуем. Какая-нибудь вонючая чушь. А добывать с вами прекрасное блюдо под названием Мэтт или Мэтт Вурст мы будем в рынке. Одном из старых старинных рынков Берлина, которые перестроены сейчас под супермаркет. А съемка какая хорошая такая карантинная. Натягиваем наш обязательный атрибут масочку. Пошли. Наше завтречное блюдо Мэтт Брокшин будет выглядеть по итогу вот так. Это белая булочка, сырой фарш, лук, специи и соль. Но так как мы не хотим покупать его уже готовым, мы будем его собирать самостоятельно. Можно все купить отдельно, как мега. А что, это будет дешевле? Собственно, вот булочка с Мэтт. Можно покупать вот в таких вот упаковочках. Это из индюшки. А это классический сырой Мэтт фарш из свинины. Сырое мясо. Меня так называли в первых выпусках «Решки». Еще очень важна сама булочка. Она должна быть белая. Но если бы совсем уже не едите белую, то можно взять обычную буханку серого или черного. Вот такая булочка называется «Моргенброчен». А уже темная буханка, в принципе, буханка хлеба называется «Абендброд». Этот хлеб едят вечером, а булочки у нас едят только утром на завтрак. Вперед за пивом. Она сказала пиво к завтраку? Пиво к завтраку. Ну а что? То есть тебя это не удивляет? А чем ты хочешь запивать сырое мясо, если не пивом? Ну да. Смузи. Едем завтракать. Завтракать мы будем на набережной музейного острова с видом на Берлинардон, на лужайке. Это так мило. Сидишь, разложил плед, какую-нибудь вкусную еду. Сырой фарш. Смотришь на рейхстаг. Брутально, но романтично. Такая немецкая классика. Итак, у нас здесь пиво, завтракшние бокалы, соль, перец, мед. Булочки. И я замариновала дома лук. Открываем наши порционные мюленет. Намазываем порционно. Емцы красавцы. Четенько хватает на булочку. Соль, перец. И лучок. Это обязательно. И потом целоваться с бюргером каким-нибудь. Это не такой фарш, скажем, как мы готовим котлеты. Это специальное безжирное свиное мясо. Момент истины. Обожаю. Одно из немногих блюд немецкой кухни. Которая меня выражает своей простотой. Какой-то странной консистенцией во рту. Классно. Германия. Так, нужно скорее звонить Кате. Очень много вопросов. Катюша, привет. Гутен так. Привет, ребят. Привет. Как настроение? Как настрой? Вы выходите постепенно из этого режима вечной грусти? Ты знаешь, я скажу, что Берлин, наверное, был одно из самых интересных и приятных мест, в котором можно было провести карантин. Потому что карантина у нас как такового не было. Наша прекрасная канцлерин-фрау Ангела Меркель сказала, выходить можно, гулять можно. Ваше психическое здоровье нам важнее. Но только, пожалуйста, соблюдайте дистанцию. И первое время можно было максимум два человека. Соответственно, мы не были закрыты. И все наши бары, все наши заведения, вся наша еда работала. Она только работала на Ки-Гоу. Все открыто, все это было. Хотя сама фрау Меркель в зоне риска. Скажи мне, вот по прогнозам в Германии, когда откроют границы? Когда уже можно будет приехать в Берлин? Нас этот вопрос больше всего интересует. Пока еще это все виллами ПВД записано. Потому что Евросоюз сейчас точечно открывает с разными странами Европы туристическое сообщение. Если Шанген и Германия с каждой страны отдельно решают. Решат снова открыть свои границы для туризма. В общем все ждем. Да, загадываем. Пока что покупаем наше разливное местное пиво. Семечки в пакете. Развернуть пельмени, достать фарш, намазать его на булку и фантазировать, что ты в Берлине. Как я понимаю, ты работаешь в Берлине как гид. Да, я гид экскурсалов с культурой. Тогда ты можешь назвать топ-3 своих самых любимых мест в Берлине? Да. Ботанический сад. Раз. Крыша одного из моих любимых баров в Клюнкенкране. Это Руфтоп. Электростанция Крафтворкмита, на которой происходят безумные экспериментальные музыкальные мероприятия. Спасибо, пока, Катюша. Пока. Вот этот видос я ждал. Вот сейчас все будет самое красивое. Забудь все, что ты видела, потому что сейчас будут норвежские фьорды. Ой, слушай, кстати, вот в Норвегии я таки не увидела всю красоту. Потому что я пока оттуда дошла, до хромала до пика при Кистулина, все затянуло в туман и я не наслаздилась этими видами Норвегии. Смотрите, вот же он, Исполинский утес при Кистулин. Идем поближе? Скала идеальной формы, словно нос огромного каменного титаника нависает над Люси Фьордом. Главная цель туристов – сфотографироваться на краю утеса, болтая ногами над пропастью. Но смельчаков находится немного. Мамочки мои, господи, как страшно. Вот ты какой при Кистулин, привет. Не могу, у меня сердце сейчас как воробей, просто выскакивает вот так. И от того, что ты не знаешь, где же это все заканчивается, еще страшнее. В хорошую погоду здесь открывается невероятный вид на Люси Фьорд. А сейчас ты ничего не видишь дальше своих носков. Облако накрыло гору и превратило весь вид в молоко. Но тело не обманешь. Все равно ощущается, что под ногами бездна. Ну извините, я все прекрасно видел. А ты сейчас посмотришь на видео. Вот смотри, как могло быть красиво. Тебе Регина покажет. Регина? Всем привет. Я Регина. Я живу в Норвегии. Регина – гид-экскурсовод в Норвегии. Вместе с мужем и ребенком живет в маленькой деревушке Гейрангер на берегу живописного Гейрангер-фьорда. Начнем вообще с туристом ездить сюда. Почему здесь бывает по несколько тысяч туристов в день? Что здесь такого интересного? И вот сейчас я как раз обо всем об этом расскажу. Фьорд – это вот так. Это когда море заходит далеко-далеко на сушу, но по-прежнему остается глубоким морем. Именно поэтому сюда приплывают огромные круизники, наполненные туристами. Фьорды получились от того, что во время ледникового периода ледник толщиной в километр сползал в сторону моря и процарапал своей тяжестью длинные глубокие ущелья, которые потом заполнились водой. Гейрангер-фьорд является одним из самых красивых фьордов Норвегии. С 2005 года он входит в список наследия ЮНЕСКО. И даже сама норвежская королева Соня приезжает сюда каждый год. Этот каменно-деревянный памятник называется кресло королевы Сони. Они не очень любят свою королеву. Супрематист. Он установлен здесь в благодарность королеве за ее вклад в развитие региона. И говорят, что именно в этом месте находится любимая обзорная точка королевы Сони. Ооо, красиво! Ну вот, я сейчас расплачусь. В округе полно маршрутов разных уровней сложности и экстремальности. Вот видите, зелененький, синенький, красненький. Красненький – это я, потому что я ходила вот сюда. Вот так вот. Это был мой первый поход, в котором я проявила себя как сильная, отважная женщина. Не смотрю, мамочки. Б**. Мне кажется, я б**. Кто, отвезите? Я не смотрю. Я так боюсь. Регина! Регина! Иди ко мне, детка. Иди, хорошая моя. Ползи ко мне. Я ползу. Мой мужчина сразу захотел на мне жениться. Так что, девочки, рекомендую трекинг. И, конечно, водопады. Очень много водопадов. Какая она милая. Вот она здесь закрыла дырочку, а с другой какой-то стороны Норвегии сейчас… Бомбанула, да? И еще один фьорд. Водопады Герангера по праву считаются одними из самых красивых водопадов в мире. И вы мне, наверное, уже не очень верите, но это потому, что я снимала для вас водопады ранней весной. А теперь смотрите-ка, что творится. Когда в Норвегии становится тепло, с горных вершин начинают очень интенсивно сходить снег. То есть тонны-тонны воды уходят вниз в Афьорд. Смотрите, какими полноводными и красивыми становятся водопады. Их становится здесь так много. Они просто буквально на каждом шагу. Просто вау! Почти каждый день я хожу по этой лестнице в магазин. И вот к этому привыкнуть просто невозможно. Это мощнейшая, впечатляющая красота. И каждый раз, как первый раз. Слушай, Регина классная вообще. Она такая непосредственная. Мне кажется, отличная ведущая «Орла и решки». Регина уже была. Не каждая Регина, знаешь ли, может быть ведущей «Орел и решка». Между прочим. В «Гейранкере» я работаю гидом-экскурсоводом. И так как в этом сезоне я осталась без работы, только сейчас. Специально для «Орла и решки». Эксклюзивная прогулка на катере по фьорду. Пойдем, за мной «Орел и решка». Поехали. Мама, мы сейчас претим. Она как-то поднялась. А, бабочки, это клёво! Мам, я на лодке! Что там? Герангерфьорд принадлежит к огромной системе фьордов. Фьорд по-нашему – это просто залив. Отсюда до моря – 120 километров. Это дорога Орлов. Единственная дорога из Герангера, которая работает круглый год. Она была построена в 1954 году. До этого путь в Герангер был только по горам. Дорога включает в себя 11 крутых поворотов на 180 градусов. И эти маленькие домики вдоль дороги – это старые фермы. Некоторым из них уже по 300 лет, и они функционируют как фермы до сих пор. ЮНЕСКО спонсирует некоторых фермеров, чтобы их козы щипали травку на склонах фьорда и тем самым поддерживали фьорд в эстетически прекрасном, приятном виде. Привет, ребята! Как дела? Что нового? Куда же вы? Подождите. Юля, ты зря столько ешь на карантине. А как ты потом это все будешь сбрасывать? Ты об этом подумала? Правильно. Самая главная достопримечательность Герангерфьорда – это водопад «Семь сестер». Его высота – 410 метров. И, конечно, есть красивая скандинавская легенда, связанная с ним. Давным-давно отважный викинг пришел свататься в одну семью. Принес приданную – красивую струящуюся белую фату. Но в семье оказалась не одна дочь, а семь. Викинг долго выбирал и так и не смог выбрать. Так и застыл посреди гор в виде водопада жених. Фата приданная осталась висеть на скалах. А красавицы-сестры до сих пор красуются перед ним. Но есть и другая, менее романтичная версия этой легенды. Так как водопад жених напоминает своим очертаниям бутылку, поговаривают, что он просто спился. Вы уже, наверное, подумали, что Герангер – это тихая маленькая деревушка. Самое спокойное и безопасное место на планете. Но нет. Сейчас я вам расскажу кое-что, что мы обычно туристам не торопимся рассказывать. Дело в том, что на Герангер в любой момент может обрушиться цунами. Говорят, что это произойдет в ближайшие сто лет в абсолютно любой день. Надеюсь, не сегодня. Каждую весну жителям деревни приходят вот такие сообщения на телефон. Тут написано, что нужно эвакуироваться. Орут кругом сирены. И вообще атмосфера довольно жуткая, но это учебная тревога. Здесь написано тест, тест, тест. И мы должны знать, как себя вести в случае чего. Что? Цунами? Откуда здесь цунами, спросите вы? И вот я пришла в музей фьордов, чтобы рассказать и показать, откуда ноги растут. Дело в том, что недалеко от нас находится одна очень большая и очень противная гора, готовая рухнуть в любой момент во фьорд. Никто точно не знает, когда это произойдет, но ученые, геологи, сейсмологи облепили уже всю эту гору датчиками, чтобы знать за сутки, говорят, что за сутки будет известно, что она упадет. Вот на этой фотографии показан примерно размер бедствия в соотношении с Эйфелевой башней. Неприятный масштаб. Падение той горы вызовет огромный цунами, который смоет Гейрингер и соседнюю деревушку Хейли-Сюльт. Поэтому, когда живешь здесь, не стоит забывать, что природа… До мурашек… Этот коридор как раз имитирует схождение лавины. Жуть. Надеюсь, очень скоро ученые придумают, как взять эту гору, аккуратно перенести ее в другое место. И трагедия никогда не случится. Да, мы привыкли считать чудеса света такими воплощениями природы, вечными абсолютно. А тут… Звони. Регина, привет. Привет, Регина. Привет. Это Антон Зайцев. Это Алина Островская. Я знаю вас. Вообще, до карантина внутренний туриз популярен. Норвежцы сами по своей стране путешествуют. Да, норвежцы вообще так проводят свой досуг. Домики на колесах, выезды на природу – это все очень просто основная часть их жизни. Тут больше нечего ей делать. Тут нет такого вот этого куда-то сходить. Все работает очень мало, рано закрывается в обычное не карантиновое время. То есть норвежцы, в принципе, проводят лейвы на природе. Но с карантином для норвежца мало что поменялось, да? Я даже видела смешную картинку на эту тему. Типа, стоят два норвежца на остановке. И один у другого спрашивает, типа, ты слышал эти новые правила дистанции? А другой говорит, да, это полное сумасшествие. Почему они заставляют нас стоять ближе друг к другу? Так близко? Я как раз хотела спросить… Это про дистанцию 2 метра. Типа, норвежцы так близко друг к другу никогда не стоят. Регин, а как ты в этой изоляции оказалась? Как ты вообще оказалась рядом с фьордом и теперь живешь там? Как бы вкратце. Я влюбилась в мужчину. И он увез меня сюда, в горы жить. Необычная история. Вообще я наоборот, раньше всегда была за тусовку, мне хотелось общения, а потом я оказалась здесь. И такая, что же делать теперь? И родила. Да, и решила она рожать себе друзей. Вот пока только одного. Не, я подумала просто, а чего просто так дома сидеть? Что время-то теряет? Можно тогда и родить, да. Но ведь для этого пришлось нарушить социальную дистанцию. Ну пришлось разлок, да. Спасибо тебе огромное. Во-первых, за сюжеты и репортажи. За то, что ты такая позитивная, несмотря ни на что. Рада поболтать с настоящими людьми здесь, в изолированной Норвегии. Это все в твоей голове. Нас не существует. Пока. Вот это у нас сегодня путешествие. Норвегия, Америка, Германия. Класс. А вот ты бы сама куда хотела отправиться? Ты знаешь, с недавнего времени ненавижу ограничения. Мы же можем отправиться куда угодно. Окей, тогда все сразу. И норвежский лосось закажу, и немецкие колбаски, и американским бульгером Шимфонен. Зная тебя, тройную порцию. Что? И свинины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова